На самом деле, это очень классная, зрелищная штука, которая, к сожалению, о широкой массе спортсменов, джинсеров, она неизвестна. А по большому счету, это то, из чего, в общем-то, делается спорт. Многие расклады меняются, как только появляется допинг-комиссия. Отсюда есть еще, покажу, посложнее историю, да, то же самое. Я был закрытым, для этого можно, опять же, вот таким движением, да, накидываю, раз, бум, накинул. Отсюда, соответственно, открываются еще различные варианты для атаки, такие, как, допустим, мы называем это «обратные ножницы». Я могу приподняться, попробовать взять поезд, вывести в обратную сторону. Вот, это. Различные переходы к новому плату, да. Но основные две атаки, да, в принципе, они работают практически стопроцентно, вот эти две атаки. Они самые простые. Это раз, когда он давит на нас, это треугольник, да, и когда он натягивается, это сизор, там, с дальнейшими вариантами, да, продолжениями. То есть можно комбинировать, добавлять что-то, вот, переходить. Ну, начинаем мы всегда, вот, именно с этих двух. Ножницы и треугольник. Экшн, реэкшн. Да. Ну, и, соответственно, мы чувствуем соперника, давит ли он на нас, либо он оттягивается. И мы, соответственно, подбираем нужную технику, нужную атаку. В Америку? Ну, я думаю. То есть хочешь дебютировать по мастерсу? Да, может быть. Почему нет? То есть ты сейчас настолько убедительно говорил, что даже себя убедил. Да, да. Нет, ну, можно попробовать на самом деле. Ну, для меня, опять же, я стараюсь, мне все равно, где бороться, по мастерсам, по адалтам, ну, где можно бороться, там, там и борюсь. Вот, я, опять же, получаю удовольствие. В первую очередь я получаю удовольствие, во-вторых, для меня это какое-то там, какое-то место, какая-то медаль, какие-то регалии. Статус. Да, статус какой-то, может, вот. В принципе, я, ну, для статуса я, в принципе, уже наборолся, несмотря на то, что я, там, с детства ничем профессионально, так сказать, не занимался, никаким видом единоборств. Ну, вот, там, какое-то карате там было, там, желтый пояс, пятый кью, когда я еще, там, первый класс ходил, вот. Вот, и год дзюдо, где меня швыряли 12-летние мальчики, а я уже, там, 17, 16, 17 лет мне было, вот, и меня, там, малые пацаны тоже, там, трепали. Вот, я понимал, что, блин, походу, надо было раньше, да, заниматься дзюдо, чтобы чего-то достичь. И, вот, потом я только после этого перешел, как-то, вот, на джиу-джитсу, вот, и Цуркан Андрей Петрович первый, да, кто, так сказать, познакомил меня из Беларуси, тренер, вот, и там я познакомился с Леней Готовским, вот, и уже потом с Леней, как бы, полноценно, так сказать, окунулся в мир джиу-джитсу, вот, и, несмотря на это, я выступал, и, ну, достаточно успешно. И, хочу добавить, зная Дауда тоже уже не первый год, Дауд, значит, один из первых россиян, кто стал призером чемпионата мира по Невазу. Это было в 2015 году в Бангкоке, свидетельствую всю эту историю, потому что очень был, так, позволю себе сломать голослового, вес забойный, там было порядка 40 человек, и Дауд отборолся 6 схваток, проиграл только в полуфинале. Даля Поллоку, очень известный джитсер, один из таких польских известных, он, на самом деле, уже трех или четырехкрат чемпион мира, поэтому под 40 лет он до сих пор 69 килограмм никому пальму переста не отдает, вот, он же выиграл всемирные игры, у нас с Грэплером очень здорово конкурировал всегда, и вот Дауд ему проиграл, там, 4-2, по-моему, по баллам, да, был в полуфинал. Да, значит, и по пути трех или четырех черных поясов по БЖЖ приборол, потом мы выяснили, то есть, это вот тот вид единоборства, где нет ранжирования по поясам, и он официальный, под эгидой федерации джи-джи-джи-ф, это тоже древнейшая федерация джи-джи-джи-су. Вот, и он выполнен на мотив мастера спорта международного класса, тогда на тех соревнованиях по спортивному джи-джи-джи-джи-джи-джи. То, что, на самом деле, это очень высокое достижение. А черный пояс дали по спортивному джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи? Ну, по тридцовому? К сожалению, нет. Причем, кому-то дали из ребят в Питере, а меня как-то это, видимо, я... Не за ту область, а стопа просто. Да, да, не за тех. А кто главный в Московской области? Да. Иванов Дмитрий Николаевич. Кто-кто? Иванов Дмитрий Николаевич, а я его зам, да. Нет, Иванов Дмитрий Николаевич, на самом деле, ну, очень сильно поддерживает ребят, всех спортсменов. И благодаря ему мы там и ездили, выступали. Вот, то есть он очень так хорошо поддерживает, и спасибо ему большое за это. Вот сейчас Али Магомедова взял тоже на свою поддержку. Тоже наш Black Belt, россиянин, который будет пробовать свои силы в Польше тоже на чемпионате Европы по Невазам, 77 кг. Он дебютировал сейчас в Париже, стал третьим, значит, проиграл тоже поляку, ну, так позиционно, и пообещал всем, что он реванширует, значит, этого поляка и одолеет чемпионат Европы, встанет на подиум. Ну, скоро узнаем, на самом деле, все мы будем бороться, вот, буквально, вот, пятница, суббота, воскресенье. Плюс, что интересно, там будут командные соревнования, стенка на стенку, где, я думаю, что тоже, ну, формат там очень простой. Выходит, значит, 7 спортсменов, 3 из них по файтингу, одна пара дуа систем и 3 по Невазам. Соответственно, страна выставляет команду, это микс называется, вот, и простым арифметическим счетом, кто кого победил. То есть, выходит сначала, там, 3 файтера, там, предположим, там, 2-1, потом выходит пара дуа систем, подравнялись, там, становится, там, счет, там, ну, предположим, 2-2. И потом уже за счет Неваза было, окончательно выявляют, там, победителя команды соревнований. Очень, на самом деле, зрелищная штука, потому что эта команда все друг за друга поддерживают. И порой бывает, вот, сейчас был молодежный чемпионат мира в Абудаве по джиу-джитсу, и наша сборная России молодежная билась со сборной Германии. И вот счет был равный 3-3, и была заключительная схватка, значит, по Невазу, те же боролись. Вот. Наш, к сожалению, уступил, в конце, ну, просто не хватило ему функциональной подготовки. Вот. Но, кстати, такое напряжение, вот, до конца матча, и это, конечно, очень здорово. Потому что в БЖЖ, мне кажется, этого не хватает, потому что это есть дзюдо, это есть самбо, это есть во многих других видах единоборств, вот, такие командные состязания. Они, конечно, добавляют очень здоровой интриги, энергии, экшена такого, и чувство команды, плеча, что там есть вот друг, из-за которого надо поболеть. Которые, в общем-то, представляют твою страну, и честь страны сразу этого выявляют. Потому что вот я в БЖЖ, вот этого я не чувствую, этой ответственности, там, вот, за страну, там, я иду за себя, за свои деньги, там, мне нравится, мне приятно, и все. А плюс и минус официальных видов спорта – это вот эта ответственность за страну. Она, на самом деле, очень сильно давит, и если у тебя нашивка «РУС» на спине, ты понимаешь, что ты уже не просто, там, Даут Адаев или Евгений Коротких или Вася Петров. Ты уже являешься представителем своей страны, там уже на лайте не получится побороться. И там уже люди готовы, действительно, там, сражаться до последнего, это уже совсем другая история. Обычно командные соревнования проходят в заключительный день соревнований. Вот сейчас в Польше это будет 3 июня. Причем, интересно, выбрали город Глинвеце. Он славен тем, что там началась, к сожалению, Вторая мировая, то есть там немцы сделали провокацию на радиостанции, якобы там убили их там солдат, и с этого момента они разрезали войну с Польшей. Вот мне будет интересно тоже посетить, там есть этот музей, там место есть, где как раз это происходило. Но вообще поляки традиционно очень хорошо турнир проводят. Они проводили чемпионат мира два года назад по джоу-джитсу, там же были всемирные игры, где боролись наши известные джистилицы. Александр Сак, Гусейнов, Адик, Зайнудин, Зайнуков. Так что поляки имеют большой опыт в проведении таких соревнований. Посмотрим. А кто в составе команды будет в этот раз, именно в командных соревнованиях? В командных соревнованиях, ну я так полагаю, это определят все-таки тренеры, потому что есть отдельно тренер по Невазу, старший тренер сборной, это Мухин, Артем. Есть по файтингу Дмитрий Попов. Я думаю, что состав команды будет понятен лишь в воскресенье. Но он будет формироваться по результатам личного первенства, потому что в пятницу, в субботу на месте ребята посмотрят, потому что выберут, конечно, те, кто показал наилучший результат, и сформируют уже состав сбора. Потому что там он уже с утра заявляется, они заносят этот списочек, кто будет бороться. И, соответственно, будем болеть. Я вас буду держать в курсе всех событий. Вот это сейчас обещание. Я прям обещаю, да. Несмотря на то, что я тоже буду 3-го числа с вами бороться, я прям возьму интернет и буду ходить снимать для наших зрителей. Потому что на самом деле это очень классная, зрелищная штука, которая, к сожалению, о широкой массе спортсменов, джинсеров, она неизвестна. А по большому счету это то, из чего, в общем-то, делается спорт. Это зрелищность, это интрига, в хорошем смысле слова. Это такая спортивная злость за страну, за себя, за брата, за товарища, за члена команды. Ну и вообще, потому что там люди действительно идут на войну. Это отдельная история, которая, особенно для молодых, это то место, где нужно вдохновляться, смотреть и даже просто болеть за своих ребят. Часто, бывая в разных странах, на чемпионатах по джиу-джитсу, по гребену, приходят обычные люди, которые эмигранты, эмигрировали. И вот даже когда Давут боролся в Бельгии на чемпионат Европы по джиу-джитсу, пришло несколько ребят из Чечни, которые постоянно живут в Бельгии, его поддерживали. Это было очень приятно видеть, что узнают наших ребят и идут, поддерживают. То есть про нас не забывают даже эмигранты. То есть они приходят и стараются нас поддерживать. Евгений Юрьевич сказал про вот это волнение, момент, когда у тебя нашивка «РУС» на спине. Я вот, опять же, как я уже повторился, я так особо профессионально нигде не выступал. И это в жизни мой первый такой опыт был, когда ты в составе сборной России. И вот это чувство, да, ответственности, то, что ты представляешь страну, то, что столько стран, и они все съехались там, вот на тот момент это Бангкок был, Таиланд. Ну, действительно, хотелось, очень хотелось стать первым. И тогда, вот я помню свои мысли, я хотел представить себя, да, стоящим на первом месте, и чтобы именно гимн нашей страны звучал на весь вот этот огромный стадион. Вот, и как бы вот это вот желание, огромное желание было, и это прям внутри, в груди прям горело. Ну, все по воле Всевышнего, я стал третьим, вот проиграл Полоку за выход в финал. И, ну, но все равно определенная гордость присутствовала, то, что все равно я стоял на педестале, флаг нашей страны, да, был там. Вот эта вот гордость, конечно, это круто, это здорово, испытывать вот эти ощущения. И для меня это был очень крутой опыт жизненный такой, вот это было здорово. Ну, и в дополнение тоже, тот чемпионат мира для сборной России по Невазу был не очень успешным. И Даут это знал, потому что многие ребята, которые приехали за сборную, и они, к сожалению, проиграли. На том чемпионате мира по Невазу все было две медали для сборной России. Это Даут стал третьим в 69 килограмм, и Куприна Ирина стала второй в 55 по девочкам. А представленная команда была в полном объеме, то есть были все весовые категории закрыты. Там, кстати, Алан Конкулов боролся, Андрей Досаев из Рибера. Ему не хватило одной сватки. Да, и там же был разман за Георгия. Очень много ребят, хороших, сильных, но, к сожалению, чего-то им немножко не хватило, и они проиграли. Не вышли в призовые места. Поэтому Даут это тоже прекрасно знал и понимал, и вот эта ответственность не только за страну, а вообще и за команду, чтобы мы могли, в принципе, без медали остаться на этом чемпионате мира. А тот чемпионат мира был очень сильный. Было 53 страны, очень много было компетиторов, почти веса были, ну, очень такие полные, по 35, по 45 человек. То есть очень много было в разных весах черных поясов и известных ребят. Ну, наверное, конечно, не было бразильцев, совсем бы по-другому заиграл этот чемпионат мира. Но, тем не менее, в 94 известный араб боролся. Я, насколько знаю, он приемный сын Заеда. Он стал чемпионом мира. Он Блэкбелт, насколько я знаю. Ты тоже знаешь его. И Даут тоже боролся с Арабом, с представителями Арабских Эмиратов. С Блэкбелтом за третье место. Победил его тоже с небольшим перевесом, очень тяжело, 4-2. Да, такая тяжелая схватка. Да, схватка мощная, энергичная, была очень динамичная. И уже так, ну, все-таки, отборовшись там перед этим 5 схваток или 6, это уже было, конечно, так, на последнем керосине. Вот. Поэтому, вспоминая этот чемпионат мира, это понимаешь, что... Хорошие были времена, да, ВДБ. Надо к нему возвращаться опять и двигаться. А вообще на Невазе, типа, Бразилия, США принимают участие? Я ни разу не видел ни одного бразильца. В США? Да, я видел Америку неоднажды. Но топовых спортсменов, представителей бразильского, уже уже именно известных на слуху, там не было ни разу. Я лично не видел. Наверное, пока. Пока. Но есть какой интересный момент, к чему вся эта история идет. Что именно федерация Джи-Джи-Джи-Ф по всем своим формальным признакам может вступить в семейство олимпийских команд. И попробовать свои силы уже в Париже. Потому что те же арабы, они не просто так проводят свои такие крупнейшие там эвенты и соревнования. И как только даже будет намек на то, что Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи именно в этой версии будет олимпийским, я полагаю, что многие-многие топовые спортсмены начнут пробовать свои силы уже по этой версии. Потому что, повторюсь, с чего я начал, есть формальный признак. И по формальному признаку только эта федерация может претендовать на то, чтобы ее взяли в олимпийское семейство. Это обязательно участие во всемирных играх, в World Games. Это 5 континентов, это не менее 50 стран, там участниц чемпионатов мира, Европы. Все эти критерии Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи. То есть не хватало вот этого пятого кольца пятого континента Австралии, но вот на чемпионате мира на крайнем уже Австралии было. Поэтому они все идут дружненько, вот эта вся федерация идет в сторону олимпиады. Так же, как это сделали каратисты. Поэтому, даст Бог, мы увидим в Париже в 2024 году Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи-Джи. Уже как олимпийский вид, и тогда, я думаю, что очень многое изменится в составе участников. И там мы увидим известных бразильцев сразу же. Возможно, даже не под бразильским флагом, но увидим. Вот мой такой прогноз. Отлично. И тогда бразилы лишат всех шансов. И все на этом, да. Ну, да. Ну, тогда допинг у них еще будут брать. А, да. Допинг же олимпийский. Да. И я думаю, что многие их преимущества немножечко это. Да. Потому что допинг там будут не просто брать, да, а там, когда атлет является олимпийцем, за ним ходит допинг-офицер. Вот. И он в любой момент к нему может прийти, постучаясь в дерево, навязанному открыть, и в течение там небольшого времени обязательно там сдать допинг-пробу. И там совсем будет другая история, я думаю. Я сейчас не претендую на какие-то знания там, кто чем там увлекается, какой химией и прочим. Ну, вот, но многие расклады меняются, как только появляется допинг-комиссия. Мое мнение. Окей. В общем, провели жесткую тренировку, но мастерс, ребята, настолько суровые, что мы даже не потеем. Вообще. Вообще, вот. На Евгении тоже ни капельки испарены. Нет, нет, я вспотел немножко, видите. На этом мы просто с Дауном задали жару Евгению Коротких. И я их задушил. В общем, занимайтесь спортом, дружите с семьями, ходите в гости. И будьте дожелюбны, ребята. У вас? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!